Лежит на травке, отдыхает и думает, кого бы расчлить. Что это такое? Ну, возможно же, всё-таки это язык говноголовый. Я же говорил, что он существует. Ну что ж, мир не был к этому готов, но мир это заслужил. Пиратские EXE игрушки. Да, вы не поверите, есть и такое. И сегодня мы с вами обсудим. Вот это, вот это, и даже нечто вот такое вот. Так что присаживайся поудобнее, влепи лайкосик, чтобы Соник EXE не пришёл к тебе домой и погнали. И я бы с радостью начал Соника, но почему-то, когда я вбил точку EXE, первым мне вылез Тейлз. Причём он вылез мне не один, ни в коем случае. Мне вылез и вот второй Тейлз, чёрно-белый. Я не знаю, зачем они сделали два варианта одной и той же игрушки. Одна цветная, другая чёрно-белая. Но, видимо, кто-то очень любит минимализм. Дальше у нас есть вот такая вот Чупакабра. И я, если честно, в детстве Соника смотрел. И вот это существо не помню. Вот прям совсем. Даже в играх я его не совсем-то помню. Это какой-то мух-переросток. Или мух, скрещенный с Соником. От кого это чудо-юдо вообще произошло, мне страшно спросить. Хотя и сам Соник здесь тоже присутствует. И вот это уже ходячий мем. Вы посмотрите, что вы с ним сделали. Боже мой. Его в качалку отдали. Почему у него руки такие огромные? Руки в два раза больше, чем ноги. Хотя нет, лапы у него тоже на ногах. Нихреновые такие. А вот по лицу видно, что он уже устал от всего этого дерьма. Что он устал от качалочки. Но никто его не собирается выпускать из качалочки. Возможно, вот такой вот Наклз его там держит. И на самом деле всратых Наклзов в интернете вот прям очень много. Вы все знаете мем с Наклзом. Вы ведь знаете, да? Ставь лайк, если знаешь мем с Наклзом. А если не знаешь, пиши об этом в комменты. Что такое, нужно срочно пояснить за мем. И этот Наклз выглядит не менее упоротым, нежели другие игрушки. И причем название у этих игрушек тоже сказочное. Плюшевые хвосты духа. Да плюшевые игрушки тень. Эхе-хе-хе-хе-хе. Свинки, ястреб, маленькие плюшевые кукол, марионетка для игрового дома. Я вот не удивлюсь, если прям... Сейчас я выжбал сатану. Ушел отсюда быстро. Вон она дверь. Давай, проваливай. Все. Молодец. Вот это было страшно. Ну а мы переходим к пальме. Причем набор этих пальм стоит 6 тысяч. За что? Что это вообще такое? Почему это высветилось по запросу .exe? Плюшевая кукла.exe. Почему? Зачем? Как? Я не знаю. Ладно, просто пойдем дальше. О, вот похожую игрушку с Соником я уже видел. Правда, сейчас они ее русифицировали. Теперь это полноценный Соник. Ехе. То есть не Ехе теперь, это русификация. Соник Ехе. 25 сантиметров. Это вам не хухры-мухры? Вот, смотрите, лежит на травке, отдыхает и думает, кого бы расчелинь... Также есть его пухляш, братни. Ну вы посмотрите, ну когда пельмешей объелся, вот я прям перед записью покушал пельмешей. И вам рекомендую. Вообще топ тема. И вот он поел пельмешей, вот тоже готов завоевывать человечество. Вот тут прям видно, как он пузо так выпечал, сидит, отдыхает там. И вот как вы думаете, сколько вот это чудо-юдо может стоить? 500 рублей? 700 рублей, да? Нет, чуть-чуть не угадали. 6500! Причем это со скидкой, вообще 8300! Я в шоке просто. Я просто иду дальше. И не успела выйти вторая глава Поппи Плейтайма, как появился Батя Длинные Ноги. Я уже делал о нем видео и о его ребенке, тоже обязательно посмотрите эти ролики. Ну а пока что вот, появилась игрушка Бати, по крайней мере тут так сказано. Здесь есть мамулечка, которая тоже всрато выглядит, и батюлечка, который по-моему не очень-то экономично выглядит. Хотя ладно, все-все-все, зря быканул, только не приближайтесь ко мне армия и клонов. Все, до свидания. И раз уж мы задели тему Поппи Плейтайма, они добавили и его, ну как же они могли его не добавить? А знаете, кого они не добавили? Они не добавили в игрушки прототипа, по крайней мере здесь есть игрушка Килли Вилли, Поппи, которая очень плохо, мамули, которой очень хорошо, судя по ее лицу. И даже вот этого ноунейма, а вот прототипа пока что нет, но мы будем ждать, и как только он появится, я вам его покажу. Главное, подписывайтесь, там снизу у некоторых из вас есть красная кнопочка, так вот, покрасьте ее в серый своим нажатием. И тогда вы обязательно не пропустите вот такие вот шикарные шорты в стиле хип-хоп. Не, ну тут сразу понятно, что хип-хопперы вот такое вот носят, а футболка какая у них, вы видели? Вот такая вот. Боже мой, что за адская психоделика здесь происходит? Я не могу себе представить, что я бы шел по улице, и там какой-нибудь, ну даже ребенок, школьник, носил бы нечто подобное. Причем, ну... В странном мире мы живем, да, в странном мире мы живем. И неужели я нашел нормального Соника? Да ладно, он существует! Вот он, сидит, откисает. Не, конечно, лицо у него тоже какое-то дичайше всратое, но все равно это выглядит гораздо лучше, чем все прошлые игрушки. Возможно, даже вместе взятые. А вот Наклз здесь немножечко... Да, ну вы понимаете. Да и Тейлза что-то как-то раз фуфырила тотально, видимо, колец они там массово переели в какой-то момент. И вот его так и не отпустило от них. Он, смотрите, какой желтый. Он обычно оранжевый, а тут аж пожелтел. А вот этого вы точно не ожидаете увидеть. А Монгас Соник. И причем у них тут на самом деле целая компашка, но вы просто посмотрите на это, что у него торчит посередине. Что это такое? И даже не пытайтесь заверить меня в том, что это у него язычок такой, типа... Не, нифига подобного. Это что-то очень странное. Возможно, это его жопа и это его хвост. Да нет, ну вот каска спереди. Что это за хрень такая торчит? А у Наклза почему-то этой хрени нет. И Наклз вообще здесь очень странно выглядит, но не так странно, как Тейлз. Тейлз вообще выглядит как гуманоид с планеты жопа. Ему даже рот не добавили. Ему зачем-то сделали сумку, как у кенгуру непонятную. Где его рот? Хотя у Соника, в принципе, тоже рта нет. Но, возможно, же все-таки это язык. У этого рот полноценный. Даже нос зачем-то собачий приделали, хотя у него не то, чтобы он есть. А вот с Тейлзом вошлись очень жестоко. Вот прям максимально жестоко. И посмотрите, у него тоже есть вот какая-то черная пимпочка. Так, стоп. Получается, эта черная пимпа это нос? А вот это вот все пространство снизу, это рот открытый? О, боже мой. Я ухожу, пока я себе мозг не сломал. И хватит с нас всяких ехи-соников. Давайте посмотрим на что-то действительно проклятое и криповое. Игрушки по SCP. И да, такие действительно есть. Я удивился, когда увидел, но вот они всратые SCP-игрушки. Тут у нас и макаронная голова. Наверное. Что это за SCP такой? По крайней мере, называются они SCP. Я не знаю, это, видимо, человек-макарона. Макарона-головый. Сирена-головый. Как без него? Он же такой популярный. Светофорок-головый. Вот я ни разу не играл в игру о нем. И если мы соберем тысяч 10 лайков, я, конечно, поиграю. Но откуда это чудо-юдо взялось? И глаза-головый. А где говно-головый? Я помню, я где-то видел говно-голового. Мне не показалось. О, какие тут еще варианты есть. Я чуть их не пропустил. Тут еще есть лампа-головый. Что это? Унитазоголовый розовый. Какая милота вообще сказочная. Ну, вы посмотрите. У него еще и по центру светяшка. Да у них у всех светяшка. Они, получается, еще и светятся все. Это же просто сказка. Также есть лампочка-головый и телевизор-головый. Вот телевизор-голового я где-то уже видел. И чтобы максимально проникнуться этой атмосферой SCP, вы можете купить себе вот такой вот костюм. Правда, ни в коем случае не показывайтесь ни маме, ни бабушке, ни папе, ни дедушке. Вы же не хотите дома инфаркта. А я думаю, люди получат инфаркт, когда увидят вас вот в этом вот. Что это вообще такое? Как будто кожу содрали с этого картун-кета, или что это вообще такое? И да очень страшно, и да усрачки страшно. Также тут есть более ванильный картун-кет, и в этом образе тоже не стоит появляться дома. Если не словят инфаркт, так обоссуд. Ну, серьезно, ну посмотрите. Ну вот страшно же очень. А также есть белый картун-кет для изысканных дамочек. Ну вот посмотрите, там правда мужик кажется, но он такой типа изысканный весь. И сколько же в интернете всратых SCP костюмов? Ну что ж такое-то? И вот почему они не стоят по 6 тысяч? Они стоят вот полторы-две тысячи в среднем. Какого вообще хрена? Это не одна маска у него такая классная. У него еще вот такая вот есть. Вот так вот я выглядел в детстве, когда обмазался малиновым вареньем, и оно кончилось. Я вот так бегал и бежал по всему дому, где еще варенье-то? Вот прям с таким же лицом бегал мать его. Ну и конечно же костюм сиреноголового. И как они сделали такую голову? Это что надо такого со своей черепушкой сотворить, чтобы она влезла вот так вот-вот? Или свою голову нужно просто напрочь отсечь, чтобы вставить вот эту вот сирену у себя вместо башки. В принципе, звучит хайпово. Ну и светофороголовый здесь тоже есть. Здесь они вообще не запаривались. Просто не будет у тебя башки. Я не знаю, как это должно работать. Возможно, они и сами не знают. Но есть и другие, более мультяшные вариации костюмов. К примеру, вот такой вот костюмчик для Cartoon Cat. И ладно, это выглядит уже гораздо-гораздо лучше. Я даже могу представить себе, что какой-нибудь аниматор вот в таком костюме развлекал бы детей. Ну как развлекал? Носил им психические травмы на всю жизнь. Но самое главное, чтобы под этим костюмом была вот такая вот футболочка хайповая с сиреноголовым. Причем недорого стоит, берите на заметку. И, о да, я нашел еще больше различных SCP-фигурок. Вот вам, к примеру, Cartoon Cat. Посмотрите, какой пузан интересный. Но выглядит не так уж и плохо, хотя очень дешево. На самом деле, очень не дешево. Полторы тысячи это говно стоит. Но зато здесь есть вполне себе адекватные фигурки SCP-шек. К примеру, он здесь есть. Конечно, как без него. Как без крикуна-плакуна. Правда, у него какое-то испуганное лицо. Он как будто обосрался и домой бежит. Но есть и другие варианты фигурок. К примеру, вот такие вот. Они вот и более всрато выглядят. Стоят очень дешево. Вот тут есть зубоголовый. Это что? Это чувак из... Ну, погоди. Это же реально он, только в виде SCP. Они скопировали идею. Также есть... Что это? Что это за розовое существо? Это даже не SCP. Вы его выдумали. Также есть телевизор-головый, лампа-головый и просто кролик. Ну, просто на рандом он тут на огонек забежал. И боже мой, это не все. Здесь есть еще вот это вот. Я даже не знаю, что это. Есть вот это вот. Это какой-то хорек уже. Это даже не кот и не собака. Это просто хорек. Есть часы. Есть хрен знает. Палка. Человек-паук мутированный. Видимо, из нового мультиверса. Светофора-головый, конечно, тут как тут. Но все же хватит с нас трэша. Я нашел что-то действительно прикольное. Это сборная моделька Сирена-голового, которая выглядит неплохо. Она такая стилистически под лего сделанная. И вот на полке выглядит не так уж и всрато. По крайней мере, если человек не знаком со вселенной вот всяких монстров, он подумает, что это просто фигурка из какой-то игры. Вполне себе обычная. И, наконец-таки, я нашел говноголового. Вот он он. Вот. Посмотрите на его фигурку. Говноголовый. Я же говорил, что он существует. И, конечно же, рядом с ним его брат. Туалет-головый. Розовый. Это два брата, скорее всего. Я думаю, по лору именно так и есть. Из рекомендаций я нашел что-то очень страшное. Горебаную маску Соника. Я думаю, если вы вот в такой маске выйдете, вас друзья не поймут. Зато, друзья, вас поймут, если вы купите вот такую вот фигурку картон-кэта. Посмотрите, прямиком из Джо-Джо вылез. Почему он такой накачанный? Ему как будто приделали тело от Кена. Ну, посмотрите, качок. Девчонки, они сразу вышли из чата все или вошли в чат, не суть важно. Ну, вы посмотрите, какой милах, а? Разве вы бы не хотели такого котеночка к себе домой? Я вот бы не хотел. Я бы лучше все-таки купил фигурку говноголового. Вот она меня прям не отпускает. Я ее раз за разом теперь нахожу и мне прям отрадно. Ну, а сейчас вы увидите коммерческое чудо. И я не утрирую. Русскоязычный наш отечественный сиреноголовый. Желтый, а боссный, видимо, не знаю. У него большой размер 38 сантиметров. Он отвлечет от гаджетов. Там вот почему-то разделение какое-то словно есть. Но он отвлечет от этих гаджетов. И мамы его одобряют. Конечно, я думаю, ваша мама одобрила бы, если бы вы купили вот это. Вот она бы одобрила ваш выбор и выдала вам путевку в детдом. Шутка, 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 конечно. И купили эту игрушку более трех тысяч раз. То есть у трех тысяч детей вот есть вот это вот. Пятизвездочное нечто. Сто процентов оригинал. Да я не думаю, что это бы стали подделывать. Прекрасный подарок. Лучший друг. Развлекает детей для веселой игры. Тренд 2022 года. Звезда Ютьюба. Большие зубы. Супер качество. О, здесь есть описание Сирена Голового. А ну-ка, давайте почитаем. Это вот как раз для родителей. Очень интересно. Загадочное гуманоидное существо. Криптит? Кто такой Криптит? С необычайно высоким и костлевым телосложением. Является популярной интернет-легендой. Наряду со Слендерменом и Рейком. Кто такой Рейк? Я вот первый раз слышу. Многие называют его SCP-6789. Так это же не SCP. Однако не является SCP. Да, вот правильно. Сирена Голового официально заявлен своим создателем как придуманное существо. И, кстати говоря, в этом же магазинчике есть, конечно же, черная какашка. И мы сейчас видео закончим максимально неожиданно. У меня в рекомендациях выпало вот это вот. Я не знаю, что оно делает среди бесконечных EXE и SCP. Но это шедеврально. Это просто сказочно. Если у вас нет такого костюма, то вы в жизни в какой-то момент повернули не туда. Вот я сейчас пойду заказывать этот шикарный костюм. Или, может, даже вот этот. Ну, а вы тем временем ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И не забывайте, что с вами сегодня был Fox Now. Увидимся. Продолжение следует...